27 марта 1918 года к священнику села Гнездово Вышневолодского уезда Тверской губернии явились представители новой советской власти. Чтобы по распоряжению председателя Волосного совета Журавлева произвести опись церковного имущества. Безбожники сии включили все вещи и серебра, меди и ризницу. Да невзирая на бедность недавно построенного деревянного храма, они забрали из церкви все деньги. На четвертый день после этого председателя Журавлева схватила народная толпа. Тот бросился от них в реку да утонул. Народ признал это явным наказанием Божиим за разорение церкви. В скорости состоялся волосной исход, где прихожане села Гнездово упрекали красногвардейцев за незаконный захват церковного имущества. Более всех отличили своей ревностью по храму Петр Жуков и Прохор Михайлов. Вот их-то, а с ними еще около 30 человек, красногвардейцы тут же арестовали. Подобно извергам, кои истязали христиан в эпоху раннего христианства, столь же страшным нечеловеческим по жестокости пыткам были подвергнуты сии мученики Петр и Прохор. А с ними и еще 10 невинных душ. Обескровленные, беспамятные, все они были застрелены. Тела убиенных новых тверских исповедников были торжественно погребены в их приходе, а по всей епархии отслужили всенародные панихиды. В августе 2000 года сии мученики были причислены к лику святых новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания. 19 апреля. День памяти мучеников Петра Жукова, Прохора Михайлова и Ижи с ними.